С городом. Радио. Болтком. Прослушайте промо-программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сейчас у нас в прямом эфире депутат Сейма от Союз «Зеленых крестьян» и председатель подкомиссии по совершенствованной системе самоуправлений, комиссии Сейма по госуправлению делам самоуправления, Виктор Валайнис. Добрый день. Добрый день, добрый день. Да, ну вот я думаю, что наши радиослушатели тоже заметили, что вы были в числе, ну вместе с фракцией, и оппозиция другая присоединилась, были инициатором созыва внеочередного заседания Сейма в понедельник, ну где вы пытались, ну хоть как-то приостановить, отложить вступление в силу именно сегодняшнего дня, сегодня такой знаменательный день, 1 июля, вступление в силу целого ряда изменений в системе выплат, вне вот этих платежей социального налога, обязательно социального страхования, которое ударит по очень большому количеству людей, если не ошибаюсь, это затонет 240 тысяч, вы, по-моему, говорили, из трибуны Сейма. Да, да, это будет 240 тысяч, а я еще, на данных, в этих днях, еще у меня была возможность посмотреть еще одну авто такую, где жителям спросили, знают ли они вообще про этими изменениями, там сразу появляется такая информация, что так оно и есть, половина не знает, остальная половина что-то слышала, но что именно будет, не знает. Поэтому, я думаю, очень многие люди, из этих 240 тысяч, на которых это будет влияться, даже не знают, что это их касается. И, я думаю, ну, и тут есть две части. Одна часть есть, так, те, которые, ну, не знаю, там, бухгалтер уже заметил, что на их касается, и уже начнет уже с сегодняшнего дня уже делать новые налоговые платежи. А есть очень большая часть, которая это заметит только где-то 20 декабря, когда служба доходов им пришлет счет, сколько не должны государству, и эти суммы уже будут немаленькие, немаленькие, если это 300, 400, 500 евро счет на Рождество пришлет у человека, что он должен. А государство, я думаю, это очень много, я говорю про очень многих тысяч, которые получат такое, ну, сообразовное, ну, подарок. Письмо счастья такое, да. Да, на Рождество подарок такое интересное получит. Ну, на наше мнение мы пытались этот законопроект остановить шесть раз. Шесть? Уже подавали эти изменения. Ну, это было еще два дня назад, еще, ну, как бы пытались еще раз уговорить парламент. Ну, то, что случается, из каждого раза мы видим, что меньше и меньше, меньше и меньше политики, которые голосуют против этого законопроекта. Если вначале это было больше, чем 50 парламентарных, депутатов, мы голосовали против, то уже на данный момент уже 44. И мы не будем останавливаться, мы будем и дальше подавать этого законопроекта, потому что, ну, мы видим больше, чем 30 региональных организаций, предприятий, требуют отложить эту реформу, потому что на данный момент, ну, есть, как бы, мы начинаем выходить из ковида. Ну, и я бы это не назвал, что мы что-то начинаем выходить, просто люди начинают сами как-то бороться, и какие-то доходы начинают появляться, и в этот момент, когда у тебя что-то появляется, тебе дает такой очень сильный удар, который очень коснется регионов, и очень коснется маленького бизнеса, среднего бизнеса. Ну, и я сегодня еще прочитал интервью нашего министра финансов, где он продолжает говорить, что это очень хорошая реформа. Ну, из того, что он сказал, я думаю, я понимаю, что он видит страну очень хорошую, если все, которые как бы сами что-то изготавливают, подрабатывают где-то, студенты и так далее, хорошее было бы, если все они работали в Риме, Максиме и еще в Лидл, чтобы рабочие места были. Ну, такое мне ощущение появилось, когда я прочитал это интервью. Ну, если все еще у нас это на данный момент еще не удалось, мы уже придумали новые инструменты, новые предложения, которые мы будем уже очень скоро подавать. Мы возьмем эстонский пример. В Эстонии тоже есть такие социальные платежи, только там есть десятки индустрий, которые не должны платить эти платежи, чтобы их не вредить. Ну, и как пример еще в Литве у нас посмотрели, в Литве в первом июле начинается тоже налоговая реформа, и они отклады, они понизили ПВН у тех предприятий, которые больше всего почувствовали минусы от ковидной пандемии. Это туризм и еще несколько индустрий. И они это делают на год. На год делают такую налоговую поддержку целыми индустриями. А мы, ну, напротив, делаем. Третья часть из рабочих будет терпеть от этих изменений. Но я считаю, что это неправильно. И если надо решать какие-то доходы госбуджета, это решение не даст те доходы, которые, думая, что они появляются. Они как раз напротив, как и предприниматели указывают, а те, которые еще были в нормальной экономике, они пойдут в черную экономику и будут работать в наличном просто. Притом, насколько я понимаю, против вот этой реформы, так называемой, с 1 июля выступали все социальные партнеры правительства. И профсоюз, и конфедерация работодателей, и торгово-промышленная палата. Все же были против, так я понимаю. Да, все против. Союз с самобравлением тоже. Все большие партнеры, все против. Там нет ни одного, кто поддерживает эту идею. И на данный момент мне очень трудно понять, как можно так делать своими жителями, как на данный момент поступило правительство. Я вам напомню, такая идея уже один раз была. Эта идея была в моменте, когда не был никакой кризис, экономика росла на 5%. И довольно хорошие обстоятельства были, чтобы делать налоговую реформу. И ЗЗС такое сделала. И эта идея была на столе, что давайте будем эти изменения двигать. И правительство даже начало двигать такие изменения. Но когда посмотрели, на кого они коснются, на тех людей, которые там, ну студенты, которые подрабатывают там по 2-3 часа в день, пенсионеры, которые там подрабатывают там, чтобы что-то еще на пенсию накопить, еще очень эти профили, кто этот человек, который будет, ну как бы, должен будет потом это социально платить, все поняли, что это неправильный путь, что нельзя такое идти, и выбрали отказаться с этой идеей. А сейчас, ну вообще непонятно, как можно, не знаю, были бы другие варианты же есть, можно бороться с экономикой, там вообще ничего не делается, очень много, очень мало в этом уровне работ делается. Ну, решили вот пойти на вот 240 тысяч жителей есть, которые в довольно сложной ситуации, ну вот и пойдем на них. Тем более, нужно понимать, что еще же у нас сейчас пандемия, она же никуда не закончилась, никуда не исчезла. Конечно, еще мы увидим, что у нас будет через пару месяцев, как у нас опять зима придет, какие новые проблемы начнется, и я думаю, ну, у нас еще много чего впереди, такие эксперименты делать, это просто загоняет, будет загонять людей в черную экономику, или, ну, я очень надеюсь, что это не будет, что люди начнут уезжать, если он, не знаю, у него есть какой-то малый бизнес, он там, не знаю, там, жарит, там, какой-то, кушать дает там человекам, и сейчас вот такой новый платеж, мне самому там, я копился, там парни в лес работали, в лесу работали, там, бригада, шесть человек, они сказали, все, первый июль они заканчивают. Это лесопилка фактически, да, получается, да, какая-то лесопилка, да? Да, да, лесопилкой занимается, все, шесть ребят заканчивают, из них три там нашли другую работу в Якопилсе, там, три уезжают, просто уезжают, вот конкретный пример, и такие примеры многие, и, ну, очень, очень жалко, что мы до такой ситуации дошли. Да, вот еще один важный момент, сегодня тоже такой вот день, 1 июля, не только вступление в силу вот этих изменений в социальных платежах, но и вступление в силу фактически, юре и де-факто административно-территориальной реформы. Да, есть такое, да, да, и мы знаем, что сегодня, кстати, происходит заседание новых самоуправлений, уже по новой системе, целый ряд мэров уже избраны, чуть-чуть об этом мы тоже поговорим, потому что я знаю, что и многие представители Союза Юриных Кристиан сегодня избраны мэрами, ну, вот только что недавно пришла новость, что и мэром Елговы снова стал господин Равинч, да, и в Юрмале, Гатт и Струкснис избран опять мэром Юрмала, но об этом чуточку попозже. Сама реформа мы знаем, что она привела к недовольству целого ряда самоуправлений, жителей, и мы знаем даже некоторые решения Конституционного суда. Одно из решений Конституционного суда, наверное, оно было справедливое, но оно чуть-чуть удивило, поскольку оно уже было принято после выборов, да, я имею в виду вот эту историю с Илукста и Аушдаугавас, да, вот, Край, да, и Озовники, и Елговасновац, да, вот, Конституционный суд признал, что это все не соответствует Конституции, и теперь ситуация вообще непонятная, что дальше будет, там ведь избранное самоуправление уже по новой системе. Да, ну, это, ну, я считаю, что Конституционный суд, когда они, ну, один, что там, на 170 страниц, по-моему, написано, почему они так решили, еще надо немножко прочитать, но то, что они сказали, они сказали, что непонятно, как парламент принялся, принялись эти изменения, ну, и там хочу сказать, что я думаю, что очень плохо проработал Конституционный суд, я считаю, что очень плохо проработали, если они не посмотрели, как это реально произошло, были очень многие переговоры про этими вопросами, были очень многие, и то, что касается и Луксты, это решение принялось уже не в парламенте, оно принялось в правительстве уже, парламент уже получил такой законопроект, где и Луксты уже была в другом конфигурации, там парламент, никакие изменения, только название поменял, и все, ну, что касается озваны, и там очень многие переговоры были именно парламенте, если Конституционный суд говорит, что они не понимают, тогда я говорю, что они просто не посмотрели, что там произошло, что произошло, что комиссии, они очень так, ну, как это сказать, поверхностно, поверхности, ну, так, поверхностно, да, сверху прошли через этого вопроса, и очень так примитивно посмотрели на это, но Конституционный суд решил, решил, надо респектировать то, что они решили, у нас есть время до января делать изменения, и что я могу сказать, самое главное, то, что эти самоправления на данный момент избраны, им надо работать дальше, в таком, в таком регионе, как они на данный момент есть, если вызовы на Ялга восстановятся, тогда они должны работать и дальше, и на данный момент то, что нам в парламенте надо, как можно быстрее дать конкретное решение, в какое направление мы пойдем, мне есть самому свое мнение, я думаю, и есть другим партиям мнение похожее, принцип, почему УЗОН и ЛУКС нету признанные, как нефть, это то, что у них нету регионального центра развития, если у них нету регионального центра развития, они так дальше жить нельзя, но есть вариант, что мы можем создать этот региональный центр развития, сказать, что УЗОН и ЛУКС они такими и такими есть, я хочу сказать, что в парламенте уже такая идея много раз была, но все время были такие очень такие интересные юридические ссоры о том, что где это надо написать, это в национальном плане развития должен был или в законе, и я бы сказал, что чиновники сыграли такой футбол с депутатами парламента и один раз сказали, что надо туда, потом нет, все-таки в законе, все-таки в плане и потом нигде не писали и вот ситуация, что если нигде не писали, тогда вот Казахстанин Суд сказал, что должен быть центр развития в каждом самоправлении, которое создано после реформы, потому что есть такой критерий. Ну, я думаю, что тут можно найти решение, чтобы все было так, как Сатарсмас, Казахстанин Суд решил, и мы должны как можно быстрее найти это решение. Что бы я очень хотел, чтобы были какие-то новые выборы, новые выборы, это было бы очень-очень плохо, я думаю, очень демократичен, ну, это не было нормальной демократии, так нельзя делать, что там уже на данный момент очень плохая ситуация, очень много вопросов надо решать новым самоправлением по тому, как они вообще работают, какая структура, новые самоправления, чтобы все жители были услышаны, чтобы ответить на все те вопросы, на которых не ответили государство и коалиция, когда гнала вперед эту региональную реформу. Чтобы на эти вопросы ответить, надо очень сильные местные власти, которые сделали такую конкретную структуру организационную, чтобы все жители любили услышаны, чтобы здесь жители поняли, какая организация новой самоправления. Это не маленькая работа, это очень сложная работа, которую сейчас надо решать. Да, вот еще один вопрос, который не могу не задать. Мы знаем, что новый министр благосостояния Агатый Сеглитис наделал очень много шума своим заявлением, он еще не успел стать министром, или, по-моему, один день он только отработал и заявил о том, что зеленые крестьяне и другие, которые успешно выступили на выборах самоправления, пускай особо не радуются раньше времени, потому что коалиция будет решать, как распределять бюджетные деньги, деньги еврофондов, и мы будем в первую очередь помогать своим самоправлением. потом он пытался это дезавуировать, говорить о том, что его неправильно поняли и так далее, но ведь на самом деле это такой довольно опасный прецедент, может быть, так и будет? Это довольно опасный, довольно опасный для страны, как Латвия в целом, если министр начинает говорить такие вещи в публичном. Я считаю, что очень-очень неправильно поступило, в нормальном случае такого министра надо было уволить с работы сразу. почему это не произошло? Потому что он сказал то, что и есть на данный момент так это правительство и работает. И я хочу подсказать, почему это так. Ну, мы помним новый план развития от ковида, который должен был эти пара миллиардов европейских денег, РФ, так называемый. Да. И мы помним, что было, когда этого плана прислали первый раз, отслали Брюссель, ну, посмотреть, поддерживают они такого плана или не поддерживают. Брюссель очень строго сказал, что очень много неправильных вещей было. Также социальные партнеры сказали, что с ними никто не разговаривает про этого плана. Про этого плана не разговаривали не только с ними, но и с самоправлением очень мало переговоров было о том, какой был бы самый лучший путь, чтобы видеть из этого кризиса самоправление, социальные партнеры. Никто не был включен в этой работе. Это было только точное политическое переговоры между партиями и какую ерунду какой-то партия выдумает поставить в этом плане. Они все получают всякие странные идеи, которые смотрят не только в Латвии, в Еврокомиссии смотрят и спрашивают, зачем вам такой вывод будет из этого. Мы видим, насколько опытные политики на данный момент работают правительства. Если еще им дают возможность придумывать какие-то свои идеи, что как инвестировать денег, ну вот и получается, что Еврокомиссия очень строго высказалась по нашему плану, потом план надо было перерабатывать, когда перерабатывали, тогда уже начали немножко вслушиваться в социальных партнерах. Это и показывает, что в принципе я вижу, как делаются бюджеты государственные год из год. Очень очень мало есть переговоры, если есть эти переговоры с социальным партнером, тогда они к такому уровню, чтобы галочку поставить. Вот поговорили, все, они сказали, что мне нравится, ну ничего, идем дальше. Ну и вот тогда рождаются вот такие новые налоговые реформы, которые сегодня начинают нам работать. Всякие такие, ну очень, на мой взгляд, очень неправильные вещи. Но вот Игат Сеглитс просто сказал то, как они на данный момент работают, ну и потому его никто не уволил, просто вся эта коллекция, я понял, но так оно и есть, почему там кого-то увольнять. Но я думаю, это просто так не останется. Есть, я думаю, в Еврокомиссии, я сам работаю с Еврокомиссией, и я знаю, что у них ноль толеранса на такие вещи, что кто-то получает что-то за то, что он правильный партий. Правильный партий, да. Но так нельзя работать. И очень многие годы в Латвии создавали систему, где есть конкурсы, где есть равные возможности получать эти инвестиции, фонды. И там очень много работ сделано, чтобы система была такая прозрачная. А сейчас есть люди, которые это просто рушат. Будет многие годы нужны, чтобы это все поставить обратно на нормальный путь. Раз уж мы упомянули Гатя Сеглит и новую консервативную партию, если я не ошибаюсь, до муниципальных выборов ИКП сказало, что мы сами, сказали они, мы будем требовать, чтобы заморозить реформу социальных платежей, фонд социальных страхований. Но после муниципальных выборов, по-моему, они забыли об этом, если не ошибаюсь. Я считаю, очень плохой поступок. Я вообще эту партию уже считаю, что она уже начинает окончаться. Если они такой поступок сделали, поступок был только из-за того, чтобы получить больше шансов в новой коалиции. Вы помните, это было время, когда создавали новую коалицию. 240 тысяч людей поставили на новый налог, чтобы Гатас Эгловиц получил новую постминистра. И еще кто-то получил комиссию парламента. Это было все. Это была просто риторика о том, чтобы получить больше места и больше места новой коалиции. ничего больше там не было. И думаю, это очень плохо, что они так поступили и дали надежду очень многим людьми. На данный момент они просто позабыли про всего этого и получили свои новые должности. Кто-то стал министром, кто-то руководит комиссией и все. И идет дальше. Но очень я считаю, что они просто вся эта коалиция раньше так точно не было. я вижу, что все просто борются о том, не то, как жить или лучше жить, а борются о том, как самим получить какую-то новую должность, какую-то немножко заплату побольше. про себя думают, не про народу. И очень малая конкуренция тоже в этих всех в этой коалиции. Потому все понимают понимают то, что они могут делать все, что хочет. Их поменять невозможно. И все друг другу это рассказывают, президент это рассказывает, по-другому невозможно. Но только вокруг нас все страны изменились. Парламент и Вибор и все, что менялось вокруг нас. Только мы все время говорим, что по-другому нельзя. У нас есть партии, которые уже так соврали своим избирателями, как, например, Екапи. Если не обещали 300 на данный момент даже такую маленькую вещь, как откладывая, чтобы откладили эту новую реформу, даже такую не могли сделать. Ну что там я думаю в новом парламенте многие из тех партий, которые на данный момент есть в парламенте, их просто больше не будет, потому что так врать нельзя. Что касается работы правительства, вот вы обратили внимание, что уже которую неделю, даже месяц, говорят, что вот мы будем каким-то образом поощрять тех, кто пошел на вакцинацию. Сначала говорили, что чуть ли не будет какие-то наудосбаловаться, денежные призы, потом говорили, что будет лотерея какая-то разыгрываться, но ничего не происходит, нет никаких решений, сейчас говорят, что может быть на следующей неделе будет рассмотрено, при этом говорят, что нужно вводить какую-то обязательную вакцинацию. Вам, как вот депутату Сейма, вообще понятны планы правительства, что они будут делать, чтобы, как вы правильно заметили, через 2-3 месяца осенью у нас не началась очередная уже четвертая волна пандемии. У правительства есть одна большая проблема, они все время делают какие-то планы, план то, как будем делать вакцинацию, план том, как мы будем какие-то поддержки делать, план том, как мы будем информировать про то, что надо делать вакцинацию, но реальное действие, нет реального движения, реальных, и все продолжают между собой говорить о том, какой был бы лучший план, когда мы смотрим, что другие страны не только не думают про каких-то таких возможностей, но они просто идут вперед, но то, что у нас на данный момент все еще мы все понимаем, что самая плохая ситуация с ковидом именно с теми людьми, которые уже старые, как бы сказать, пенсионерами, у них у нас самый низкий процент вакцинации на данный момент между других стран, мы получали на данный момент какой-то виров только с того, что дали возможность вакцинироваться всем, кто хотят. Ну, правильно, конечно, в таком моменте, что не может найти решение для сеньоров, это правильный путь, но на мой взгляд правительство слишком много переговоров говорят между собой, слишком мало реальных действий, которые на данный момент очень не хватает. И то, что я смотрю, что надо было бы делать, ну, сперва надо помнить прошлое лето, надо помнить, какие были возможности, все жили как бы в каком-то выборном обстоятельстве и забыли то, что надо подготовить больницу, например, чтобы, если начнется пандемия, чтобы надо было подготовить больницу, чтобы они были готовы. На данный момент все еще больницы в такой ситуации, что там, например, региональные больницы не получают поддержку от страны такую, как надо было. На данный момент очень много денег, очень большие деньги вложатся в рижских больницах, а в региональных больницах очень малая часть денег пойдет там. Ну, есть пример, в прошлом летом в Елгаве был план, давай сделаем специальный отдел, где будем если что получать, поставить тех, которые заболели с ковидом, чтобы их можно было хорошо лечить. Нет, не было поддержки такой идеи. В конце концов, когда вот пришла зима, надо было закрывать детский отдел, всех ребенок из Елгави везли в Ригу, в Рижскую больницу для детей и в ту месту, где лечили детей, там поставили пациентов ковида. Ну, вы сами понимаете, какая инфраструктура есть, ну, место, где должен лечить ребенка, там сейчас ставим тех, которые должны лечиться от ковида. Но это очень, ну, это показывает то, как думает правительство. То, что касается какими-то этими планами, ну, например, как сделать так, чтобы люди вакцинировались, мое личное мнение таково, что я считаю, что это единственный путь, как мы можем на данный момент вернуться к нормальной экономике, это вакцинация. И я сам тоже считаю, что люди должны идти вакцинироваться. И то, что делает, я смотрю, в Елгаве есть там предприниматели, которые, ну, понимают, что их работа зависит от того, что работник придет или не придет на работу. Они платят каждому работнику 100 евро за то, что он пошел. Если он идет вакцинироваться, у него премия 100 евро. Это без каких-то государственных поддержек. Они просто сами платят такие деньги, исходя из того, что они понимают, если кто-то заболеет, заболеет и начнется пандемия у самого предприятия, они просто закроются, если такое начнется. Вот есть такие примеры. Государство все еще думает о том, как делать, решать вопрос о том, что, например, через 2-3 месяца у нас все еще не будет пули иммунитата. все-таки третья часть уже в Латвии вакцинировалась, а это мало. А как получить и как сделать так, чтобы все вакцинировались? Вот почему не смотрят эти примеры в Израиле, как они решили эти вопросы? Есть же примеры, как такие вопросы решаются. примеры, например, Дима Несарстин. Почему не делает мотивацию у Дима Несарстин? Вот побольше им заплатить, чтобы они сами обзвонили своих сеньоров, уговорили их, чтобы они рассказывали плюсы-минусы одной другой вакцины. Если был там такой аптовой такая, если звонит семейный врач у пациента и говорит, придешь на вакцинацию или не придешь, и как он отвечает на все вопросы, которые есть у этого человека, и какой результат, и как если просто есть какой-то в новостях показывает, идите вакцинироваться. Там разница многократная, разница кто этим занимается. и на мое мнение надо давать вот такие поддержки тем, которые могут уговорить. Я смотрю, актеры сейчас на улицах показывали вот, идите вакцинироваться, но дали бы эти денег у докторов, у семейных врачей побольше, чтобы они больше этим занимались. И результат был бы намного лучше, чем на данный момент, когда уже все уже устали с этого своего идите на вакцинацию, идите на вакцинацию. Я думаю, люди просто устали уже из этого. И еще эти новые меры, что там если тебе нет вакцины, ты не можешь пойти на концерт и так далее. Но это я считаю, что это уже загоняет такую неверность и загоняет уже такую, что люди просто уже протест делают, что они не идут на эту вакцинацию. Тут коммуникации, я думаю, премьер-министр и министр здравоохранения сделали все возможное на данный момент, чтобы была такая ситуация, что у нас цифры такие, как они есть. Ну, я считаю, что так дальше нельзя. Ну, а мы про эти вопросы еще работаем в парламентском комиссии, чтобы понять, где были приняты самые большие ошибки во время этого всего процесса и будем тоже давать из парламента свои предложения, как лучше руководить ковидную пандемию. Потому что мы видим, другие страны намного лучше справляются с этой ситуацией. Ну, посмотрите, например, футбол, посмотрите на данный момент, что в футболе в евро-чемпионате на трибюнах, посмотрите, как другие страны работают с этой пандемией. Там полные трибины, и это уже показывает то, что они нашли выход из этой ситуации. Это очевидно. У нас такого еще нет. Ясно. что ж, будем надеяться, что и у нас такое будет, поскольку мы же видим, что в этой обстановке пандемии мы живем уже больше года, уже, наверное, скоро полтора года, поэтому надо что-то делать. Спасибо большое Виктор Валанис, у нас был на прямой связи, депутат СИИМа, от Союза Зеленых Кристиан, большое спасибо. На одной волне с городом радио молдком ВИА СМС запускает новое мобильное ВИА СМС